Добрый день, друзья! Добро пожаловать на канал Йос-Дуни-Осэ. Сегодня у нас девятый урок по геометрии. В поступительном слове преподаватель говорит о том, что мы изучили тему углы треугольника и при этом решали примеры. И, конечно, решать сразу после изучения свойства вывода легко, так как понятно, в каком направлении нужно мыслить. Поэтому необходимо как можно больше решать разнобой, то есть разные примеры, чтобы научиться быстро ориентироваться. И теперь я от своего имени тоже хочу добавить. Я та, которая переводит для вас уроки. Ребята, наверное, вы уже обратили внимание, что на схемах совершенно не соблюдается пропорция. И, конечно, это ставит иногда в тупик. Например, вот как на предыдущем задании, в предыдущем уроке, в десятом примере, 1 градус, 89 градусов. Совершенно-совершенно пропорции не соблюдается. И мы нашли вот этот угол 90, прямой он должен быть. Мы как-то привыкли у нас в российской геометрии. Мы всегда соблюдали пропорции, в учебниках соблюдалось. Поэтому здесь нужно быть осторожным. В заданиях на ЙОС то же самое будет. И ни в коем случае не ориентируйтесь просто на схему. И даже, например, если вам покажется, что на схеме прямой угол, это не так, если в условии не дано или если не стоит вот этот знак угол с точкой. Поэтому только, если быть короче, ориентируйтесь только на условии, данные в задании. И теперь я перехожу к переводу. Итак, первый пример. И вот вам, пожалуйста, дано, что стороны А, В и В равны. Но на схеме это выглядит совершенно иначе. Поэтому строго смотрим на условия. Итак, решаем. Этот угол смежный. 180 минус 140. 40. 40 и 10 в сумме дадут этот внешний угол 50. Стороны равны и углы равны. Тоже значит 50. Третий угол. 180 минус 180. Итак, мы нашли угол А, В и Е. Ответ Е. Четвертый пример. А, В равно В, С. Значит, эти углы равны 180 минус 72, 108. Разделим пополам. Эти углы по 54 градуса. Дальше. СЕ равно СФ. АД равно АЕ. Тогда эти углы 180 минус 54, 126 разделить на 2. Эти углы по 63. И в этом треугольнике то же самое. 63 и 63. Видим развернутый угол. Альф равна 180 минус 63, умноженное на 2. 180 минус 126, 54 отверт Д. Второй пример. АД бисектрис. Угол ВАЦ 82. Тогда эти по 41. И смотрите. Прямой угол и Х. Это внешний. И он равен в сумме 68 и 41. То есть 109. То есть Х равен 19. Пятое задание. Раз ДЕ параллельно АЦ, то ищем образ буквы Z. То есть внутренний накрест лежащие углы. Смотрите. Для 15. Вот он. Значит тоже равен 15. БЕ равно ЕЦ. Тогда этот угол тоже Х. А этот угол внешний для ДЕЦ равен сумме Х и 15. БЕ равно БД. Тогда и углы равны еще один угол Х плюс 15. Сумма этих трех углов 180. То есть 3Х плюс 30 равно 180. 3Х равно 150. Х равно 50. Ответ Д. Третий пример. Смотрите. А, В, С, Д, А, Д и ДЕ равны. Дан угол 48 градусов. Что можно сделать? А, Д равно ДЕ. Тогда этот угол тоже будет Х. Два внутренних угла дают нам этот внешний угол 2Х. Теперь А, В равно А, Д. Тогда и этот угол 2Х. 2Х плюс 48 дадут нам этот внешний угол. С, Д равно А, Д. Значит и этот угол 2Х плюс 48. Сумма трех углов равна 180. То есть 6Х плюс 96 равно 180. 6Х равно 84. 4Х равно 14. Далее. Шестой пример. Как видите, не очень-то и легкая задача. Даны равные стороны. И помните про вертикальные углы. Вот они равны друг другу вертикальные углы. И что тогда? А значит, и эти углы равны друг другу, так как треугольники равнобедренны. Сумма этих углов из 66 равна вот этому углу. То есть углу вертикальному Х. Он же тоже Х. Обозначим α и α. 66 плюс 2α равен х. Хорошо. Этот угол тоже α. α плюс х смежные. То есть если к х добавить α, мы получим 180. Тогда 66 плюс 3А равно 180. 3А равно 180 минус 66. Это 114. 114 делим на 3. 38. Тогда х равен 180 минус 38. 142. Ответ Е. Седьмой пример. Стороны равны, углы равны. То есть тоже 60. Хорошо. ВЕ равно ВД и еще ВДЕ равно ВДС. Давайте обозначим равные углы α и α. Обозначили. Тогда внешний угол для треугольника ЕДС равен α плюс α – 2α. И этот равен ему тоже 2α. И 60 плюс 2α плюс α. Это развернутый угол, то есть 180 градусов. 60 плюс 3α – 180. Альфа равно 40. Как найдем х? 4А плюс х – это 180. 4 умножить на 40 плюс х равно 180. 160 плюс х – 180. И х равно 20. Ответ А. Десятый пример. ВД равно ВДС. Тогда эти углы равны, как мы их найдем, 180 минус 180. Делим пополам по 40. АВ равно АС. То есть еще пара равных углов. Назовем их α и α. АД равно ВДС и равно ВДС. Тогда и эти углы α и α. Все эти углы в сумме дают 180 градусов. То есть 40 плюс 40 плюс 4а равно 180. 4а равно 100. А равно 25. Тогда х равно 180 минус 25 плюс 25. 130. Одиннадцатый пример. Пусть сторона АВ – это А. Тогда ВДС – это 2А. Треугольник прямоугольный. Проведем медиану. И помните про великолепную тройку. Вот она, медиана, тоже равная А. Даны внутренние углы 30 и х. Тогда этот внешний угол – х плюс 30. И этот тоже х плюс 30. А третий угол – х. Так как равнобедренный треугольник со сторонами А. Сложим все три угла. 3х плюс 60 равно 180. 3х равно 120. Х равно 40. Отвязать с. Восьмое задание. АД – высота. АН – бисектриса. Спрашивается угол между высотой и бисектрисой. Как помните формулу. Он равен модулю разности углов. В и С деленное на 2. И здесь нам дано по условию. Разность дана 38. Значит, 38 делим на 2. 19 нашли х. Девятый пример. Дано равенство сторон и угол ВАД 84 градуса. Такой тип задания решаем так. Пусть этот угол 2А. Тогда эти равные углы по 90 минус А. В сумме треугла нам дадут 180. Пусть теперь этот угол мы находим в 84 минус 2А. И смотрите, точно так же, как из 90 мы вычли половину от 2А. И нашли вот эти два угла. И здесь таким же образом из 90 мы вычтем половину от 84 минус 2А. То есть 42 минус А. И найдем углы при основании. То есть эти углы равно 90 минус 42 минус А. Посчитаем. Раскроем скобки. Получится 90 минус 42, 48 плюс А. Углы по 48 плюс А. Нам надо найти угол ВСД. То есть сумму 90 минус А плюс 48 плюс А. Минус А и А уйдут. Остается 90 плюс 48. 138. Ответ А. Десятое задание. Даны равные стороны. И угол 60 градусов. Хорошо. Развернутый угол 180. Тогда вот эти два угла нам дают в сумме 120. Итак, два угла у двух треугольников в сумме 120. Сумма же всех углов в двух треугольниках. 360, правильно? 180 умножить на 2. Тогда оставшиеся четыре угла в сумме нам дадут 360 минус 120. 240. Давайте представим, что все углы равны. Допустим, 60 и 60. Тогда и здесь будет 60 и 60. И в этом треугольнике 60 и 60. Это не так, но это самый простой путь. Тогда этот угол 120 и этот 120. 120 плюс 120 – 240. Плюс еще 60 – 300. Сумма всех 360. Тогда х равно 360 минус 360. Ответ D. На этом урок закончен. Если урок понравился, ставьте лайк. Мы пока на начальном этапе будем еще разбирать примеры. И я вам покажу различные пути решения. До новых встреч! Ребята, надеюсь, вам понравился перевод. Если есть непонятные моменты, спрашивайте в комментариях. Я отвечу вам. Успехов в подготовке! До следующего урока!